МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Круговорот поддельного алкоголя. В Волгоградской области те, кто должен был утилизировать незаконный фальсификат, снова пускали его в продажу. Жители улицы Новодвинской в Волгограде добиваются запрета движения грузовиков по дворам. Власть района идет навстречу и ищет альтернативу. Транспортный инцидент с двумя теплоходами в речном порту Волгограда. В результате неудачной швартовки одного судна пострадала корма другого. Причины пчелиной трагедии в Михайловском районе установлены официально. За гибель медоносных пчел несут ответственность распылителей пестицидов. В Роспотребнадзоре озвучили итоги расследования массовой гибели пчел в Михайловском районе. Беда в хутор Безымянка пришла в начале мая. Здесь практически все жители занимаются пчеловодством. И произошедшее стало для них настоящей трагедией. Два дня, 8 и 9 мая, мы дышали всем хутором. Запах стоял сильный. Вы не представляете, как вроде химическая атака была. Явно самолет летал. Пчела посыпалась. Вот виновный. Никого не найти. Видите, пчела до сих пор продолжает падать. Вот она, вот она. Вот она умрёт. А это уже умерло. В результате было установлено, что причиной гибели пчел действительно стала обработка пестицидами, прилегающих к поселкам Полей. Территориальным управлением Роспотребнадзора в отношении сельхозпроизводителей ОАО «Кондор» и ИП «Курин» в соответствии с законодательством вынесены определения возбуждения дела об административном правонарушении. Выяснилось, что сроки, объёмы, условия обработок ядохимикатами площадей с федеральным органом исполнительной власти не согласовывались. Выявлены явные нарушения требований к безопасности процессов применения пестицидов и агрохимикатов. В Калачевском районе Волгоградской области при попытке продать партию поддельного алкоголя задержаны те, кто должен был этот самый алкоголь утилизировать. Речь идёт о работниках предприятия «Росспиртпром» по переработке фальсифицированной продукции, которую изымают у преступников полицейские и таможенники. Подозреваемые должны были загружать конфискованный алкоголь со складов в соседних регионах и отвозить на спецзавод. Вместо этого подлежащий уничтожению фальсификат присваивался, документы подделывались и отрава снова шла на продажу. В ходе обысков изъяты 2000 бутылок и 1 тонна спирта. Задержанным сотрудникам «Росспиртпрома», а также супруги одного из них грозят сроки до 6 лет лишения свободы и миллионные штрафы. Глава администрации Дзержинского района Волгограда и представители застройщика будущего многоквартирного дома по улице Новодвинской заверили жителей в скором решении вопроса прекращения движения грузовиков по внутриквартальным дорогам. История получила огласку на прошлой неделе. Люди, живущие по соседству, выразили недовольство тем, что из-за строительства нового 14-этажного дома оказались разбиты местные дороги. И вот проблему обсудили на встрече с главой района и строителями. Нас не устраивает вообще то, что сейчас будут ездить вот эти машины, потому что это не год, не два будут ездить. Транспорт пустить по территории воинской части. По моей информации сейчас находится документ на согласовании в Ростове. Документ – это значит схема движения, требования к застройщику, как организовать там ограждение, чтобы туда никто не заходил, и движение осуществлять там. До решения вопроса об открытии альтернативного проезда для грузовиков движение тяжелого транспорта по внутриквартальным дорогам приостановлено. Кроме того, строительная компания готова в будущем принять участие в благоустройстве квартала. Сегодня около полудня у причала речного вокзала в Волгограде произошел транспортный инцидент с участием двух прогулочных теплоходов. В момент швартовки Москва-187 ударилась о причальную стену носом, а затем по инерции въехала в корму рядом стоявшего теплохода Москва-9. В результате в ресторане судно попадало и разбилась посуда, осталась также вмятина на корпусе. По показаниям наших сотрудников, которые присутствовали, это стала неисправность технической теплохода, скорее всего, потому что он как ушел оттуда, от 10-го причала в эту сторону, и у нас стоящий теплоход ударил. И, кроме того, капитан, значит, сейчас следственные органы ведут проверку, капитан покинул борт судна, его найти сейчас не могут. Удалось ли найти капитана, пока неизвестно. Точные причины неудачной швартовки установит транспортная полиция. Известно, что теплоход Москва-187 принадлежит компании «Круиз», а Москва-9 – компании «Плюс». Оба судна практически сразу после инцидента набрали на борт пассажиров и отплыли в очередные рейсы. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok